Афанаскина Вера Сергеевна, акушер-гинеколог. Беляев Алексей Иванович, анестезиолог-реаниматолог. Клавдиенко Галина Евгеньевна, медицинская сестра. Сколько же их тут? Не исключено, что в этом списке есть ваши знакомые, близкие, очень близкие или вы сами. Кто все эти люди? Почему им важно, чтобы их услышали? И об этом тоже. В боевом листке за август 2024-го про смелую Россию настоящего. Вот она. Волга где-то в Самарской области. Видите катер с названием Самарец? Это инстаграм местного священника. Его зовут Сергий Рыбаков. У него большая улыбчивая семья. Он из тех самых неугодных, неудобных. Многие из них здесь, на сайте фонда «Мир всем». Фонд поддерживает священников, запрещенных в служении, отвергнутых из-за своей антивоенной позиции, из-за того, что призывали к миру. Самарский протоиерей Сергий Рыбаков был вынужден уйти за штат РПЦ в 2023 году, но остался в России, хотя за ним пристально наблюдает ФСБ. Сейчас отец Сергий читает проповеди для всех в Ютьюбе. Вообще на протяжении священного писания, всей Библии, ну Евангелия в частности, императив «не бойтесь», так же как и императив «радуйтесь» звучит чаще остальных. Но мы прекрасно понимаем, что одно дело произнести директиву «не бойтесь», и совершенно другое дело «не бояться» на самом деле. На Ютьюб-канале «Новой газеты» раз в неделю воскресные проповеди священников официально неугодных. О чем говорили в августе, ну вот «как не погибнуть, спасая других» – это Вадим Перминов. За отказ читать молитву о победе в СВО был сослан на сельский приход, а позже запрещен в служении. Другая августовская проповедь – «как обычные люди меняют мир» – священник Андрей Мизюк, он был вынужден покинуть Россию. И последнее воскресенье месяца, 25 августа, о тех, кто спасает нас во тьме. Сергий Рыбаков. Да, мне плохо, да, мне ужасно, да, мне невыносимо. Но есть и еще другие люди, которым так же страшно, так же невыносимо, и поэтому протягиваем руку, мы делим этот страх пополам и как бы разрубаем его, нивелируем его. Удивительное евангельское чтение, оно не про то, что нельзя испытывать страх, оно не про то, что запрещено испытывать эмоцию, оно про то, как этот страх можно преодолеть любовью, как этот страх можно трансформировать в любовь. И все знают, по крайней мере, одного человека, у которого совсем недавно это получилось. И продолжает получаться, как это неудивительно, даже после смерти. Борисовское кладбище. Полгода со дня гибели Алексея Навального. Его мама Людмила, его племянники Остап и Степан Навальные. И десятки москвичей. Пятница, 16 августа. Я не могу представить для себя возможность, что я не приду. Для меня это так же естественно, как бы встать, поесть, попить и так далее. С первого дня, вот как мы только узнали эту страшную новость, и все дальше 9 дней, 40 дней, церковные праздники, день рождения Алексея, мы все время здесь. Мы до сих пор вот плачем, казалось бы, столько времени. Ну вот, время прошло, и вроде бы человек не родной. Ты приходишь, стоишь, стоишь, и понимаешь, что сейчас ты позазариваешь. Потому что... Ну, потому что ты потерял что-то, что имел значение. Что-то очень сильно, что нельзя... Действительно, наверное, что давало надежду. В тот же день, 16 августа, к памятнику жертвам политических репрессий в Новосибирске принесли цветы и копию постановления следствия об отказе в возбуждении уголовного дела из-за смерти Алексея Навального. Вот, кто-то взял и распечатал этот документ. Смерть осужденного Навального АА не носит криминальный характер, а явилась следствием комбинированного заболевания. Юлия Навальная получила постановление следкома по Ямало-Ненецкому автономному округу три странички спустя полгода и опубликовала их 15 августа. Пока Путину власти никакого расследования проводить не будут. Расследовать мы продолжим сами. Если вам известны какие-то подробности об убийстве Алексея, пишите. 26 августа в Следственный комитет обратились российские врачи. Очевидно, что смерть Алексея Навального произошла вследствие халатного исполнения сотрудниками ФСИН своих обязанностей требуем возбудить уголовное дело. Смотрите. Все эти люди прямо сейчас находятся в России, работают в клиниках, многие в государственных, терапевты, педиатры, рентгенологи, медсестры. Почти две сотни бесстрашных, верных профессиональной клятве. И такое же обращение от них к Путину лично уже отправлено. Вообще, не стоит недооценивать друг друга и случайных прохожих тоже. На данный момент в России по ТВ вещают 10 новостных телеканалов, из которых 10 государственные. В августе журналисты «РусНьюз», независимые СМИ в Телеграме и Ютьюбе, спросили у москвичей, как часто врет вам телевизор. Постоянно. 24 на 7. Маму, наверное, обманывают. А я, ну, все-таки опираюсь на интернет-ресурсы. Я не смотрю телевизор, потому что он обманывает. Ну, иногда охота, рыбалка. Там и то обманывают. Постоянно, в общем-то, там сплошная ложь. Может быть, даже это хорошо, что там обманывают. Людям легче так жить в своем мире, в котором они живут. Потому что, если знать правду, то с этим сложнее. По-любому. Вот у меня обратное слово. У меня шесть братьев там погибло, а один достался там. Он говорит, что показывай по телевизору, ничего не верь. То ли дело русскоговорящий региональный Ютьюб. Частные случаи с единороссом из города Чебоксары и почти 130 тысяч просмотров. Чувашский Адам Кадыров. Фейковый ветеран с тремя медалями на господрядах. Его лицо висит на каждом столбе. А политики Чуваши и народные артисты говорят, что мы должны брать с него пример. Я счастлив, что Ефимов, Шакулов достойнейшие люди. Тоже этот успешный человек. Знакомьтесь, Андрей Шакулов, и он станет вашим депутатом. Новое расследование чувашского блогера Семена Кочкина. В этот раз главный герой тот самый единоросс. Фейковый ветеран из блатного подразделения. Барс-каскад, который специально сделали для депутатов и детей чиновников. Наше подразделение занималось и занимается успешной аэроразведкой, глубокотыльной аэроразведкой. Я работал оператором, и наша задача была обнаружить цели и передать командующему составу. Но все это никак не помешало нашему знакомому проявить настоящее, бесстрашие даже героизм. Прослужив 4 месяца, он вернулся со СВО с гордой поднятой головой и медалью за отвагу. Позднее он выступил в Совете Федерации уже с тремя медалями на груди. Больше тысячи комментариев. Регионы общаются. Удмуртия. У нас тоже такой персонаж был. Мгер, молодую гвардию Единой России, возглавлял. На Донбасс ездил, избрался в госсовет, а на прошлой неделе сел за наркотики. Интересно, как ваш закончит? Пермь. У нас такие же мерзавцы. Одного убийцу сегодня сделали директором школы. И вот в Москве такой же ветеран выдвигается. До передовой не дошел, при штабе был, а потом охранял тушенку. Антивоенная статистика, десятитысячный протокол и выгодные активисты. По данным Медиазоны, начиная с марта 2022 года к августу 2024 в России полицейские составили больше 10 тысяч протоколов за антивоенные высказывания в интернете, на работе, в школе и дома. Часто по доносу. Десятитысячный протокол был передан в суд в первую неделю августа. Общая сумма назначенных штрафов уже около 230 миллионов рублей. Рекомендация от ОВД-Инфо. С помощью сервиса «Генераптор» можно и нужно обжаловать штраф. Так удалось прекратить или вернуть в суд почти полторы тысячи дел. Накрутили полмиллиона штрафов, и они выползают, выползают, они постепенно давят. И вот она еще мне 30 тысяч предъявила и 7,5 тысяч. То есть две пенсии еще отобрали, сдохнет пенсионер. Так, с нищих по нитке судим на «Мерседес» по этому принципу. Главному и уже единственному хабаровскому активисту Зигмунду Худякову помогают оплачивать штрафы неравнодушные горожане. Помимо штрафов случаются аресты. В этом году Зигмунд Анатольевич уже четырежды сидел по административным статьям в СИЗО. 30 августа его снова задержали за пикет с плакатом «Пора прекратить это зло». На свободу Зигмунд Худяков выйдет 22 сентября. Августовские протесты по всей стране в лицах и в картинках. Кандидат в мэры Воронежа пришел в городскую думу на конкурс по выбору главы города в тюремной робе с надписью 24-02-22. И это показало, что немыслимо государственное телевидение «Воронежские вести». 34-летний гражданский активист Александр Дубченко конкурсный отбор в итоге не прошел, но сделал все, что мог. Никто не должен оставаться в одиночестве. Пишите письма политзаключенным. Из-за пикета с таким плакатом в Москве задержали незрячую активистку Оксану Асачию. Отпустили без составления протокола. В пикете только что стоял на Невском проспекте два часа. Люди поддерживали. Поделился впечатлениями питерский активист Никита Линник. 8 августа он вышел с плакатом «Путинизм – это реставрация сталинизма», а 22-го с плакатом «Нет войне». Задержали. Составили протокол. 19 августа снова Питер. С плакатом «Мы умирали за мир, нет войне» вышла на пикет 78-летняя художница Елена Осипова. Не задержали. И опять Питер. Улица чекистов. Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков. Те же самые слова. В августе 1976 года написали на стене Петропавловской крепости художники-диссиденты Юлия Рыбаков и Олег Волков. И в августе 24-го анонимные авторы сделали уличную выставку в память о той акции. Тогда, в 76-м, обыски у художников проводил сотрудник КГБ лейтенант Владимир Путин. Биробиджан. Возле памятника жертвам репрессий записка. Всем убитым, всем, кто погиб от рук царей, генсеков и президентов. Пермь. Мемориал жертвам политических репрессий. И тоже записка. Павел Михайлович Кушнир. Пианист, антивоенный активист. Умер после голодовки в СИЗО. Мы не знали. Вечная память. Ставрополь. Джордж Оруэлл. На лавочке в центре для всех желающих. И дорожный знак поблизости на перекрестке. Нет войне. Калуга. Зло через букву Z. И надпись на фасаде того же дома. Держись, Украина. Что увидели вы? Как ваш регион борется за мир в Украине и свободу в России? Пишите нам, комментируйте, присылайте свои истории. И до встречи через месяц в смелой России настоящего.